Рада приветствовать вас на нашем канале! Мы продолжаем рассказывать вам о новостях компании EDC Blockchain. И сегодня есть несколько действительно потрясающих новостей, но обо всем по порядку. Первая новость касается нового представителя проекта EDC Blockchain в Африке. Команда проекта представила Аралахун Адекунле, лидера сообщества в Нигерии. Аралахун на протяжении двух десятилетий руководит собственным онлайн-бизнесом. Добиться успеха и завоевать уважение сообщества ему помогли его лидерские качества. В проекте EDC Blockchain Аралахун особо отмечает его преимущества в виде эльпос-майнинга с лизинга монет и получением ежедневного вознаграждения пропорционально сроку лизинга и первоначальному взносу. Еще он отметил многоуровневую партнерскую программу, которая дает возможность получать бонусы и развивать свои навыки в блокчейн-технологии без особых технических навыков. Руководство ADC Blockchain возлагает большие надежды на Аралахуна и уверены в том, что он может совершить качественный переход к инновационным технологиям, что приведет к повышению уровня жизни людей во всем мире. Следующая новость из Китая. Как вы думаете, возможно ли внедрить экономику в одну из крупнейших экономик мира? 20 июня в мегаполисе Путянь, провинция Фундиань, EDC Blockchain успешно представил свою платформу ADC и партнера AcroFund. На встрече присутствовало более 100 человек. И это не просто так, ведь ADC Blockchain сейчас один из лидеров по реализации проектов на блокчейне. Невзирая на то, что в Китае существует определенная политика ограничений, он сохраняет за собой лидирующие строки в мировых пулах манинга и по количеству держателей криптовалюты входит в топ-5 мировых стран. Инга Оленик, координатор проекта ADC в Китае, рассказала о возможностях платформы ADC Blockchain и проекта AcroFund. Под конец мероприятия, во время традиционного чаепития, некоторые представители бизнеса провели свое желание немедленно начать внедрение технологий, предоставляемых ADC в свой бизнес. В частности, готовы внедрять технологии проекта ADC производители продуктов питания и предметов интерьера. Рассказ о AcroMarketPlace также вызвал большой интерес у посетителей мероприятия. Многие считают, что AcroMarketPlace может стать прорывом технологии блокчейна. Переходим к очередной новости, но остаемся в Китае. В городах Путиани-Сямынь, в которых проживает 3,9 и 3,5 миллионов человек, соответственно, совершили первые покупки за стопроцентной оплатой в монетах ADC. В мегаполисе Путиань посетители чайной церемонии расплатились монетами ADC с хозяевами чайного заведения. А в городе Сямынь была продана новая модель телефона Highway за монеты ADC. С таких маленьких шагов начинается внедрение технологии ADC в нашу повседневную жизнь. Транзакции в сети ADC проходят очень быстро и удобно. И совсем скоро мы перестанем удивляться покупкам за криптовалюту в повседневной жизни. Для этого у ADC блокчейн есть полный спектр инструментов и решений для токенизации экономик любого масштаба. И еще одна новость на сегодня. В прошлом выпуске новостей мы рассказывали о координаторе проекта в Мексике Даниэле Гроссо. И уже 20 июня в столице Мексики он провел презентацию платформ ADC блокчейн и Экрофанд. Даниэль рассказал о способах внедрения возможности ADC блокчейн в реальный бизнес. Также ответил на ряд вопросов о токенизации бизнеса, лизинге и получении вознаграждений за него. Особо была отмечена тема по развитию глобального рынка в экосистеме Экрофанд. Развитие Экро-маркетплейс будет идти не только в сторону увеличения точек приема, но и на расширение ассортимента предоставляемого товара и услуг, за которые можно рассчитаться монетами ADC. Вот и подошел к концу очередной выпуск новостей о проекте ADC блокчейн. Сообщество проекта растет каждый день, и каждый день происходят важные события, которые направлены на развитие проекта. Мы держим руку на пульсе всех важных событий проекта и рассказываем вам о них. Оставайтесь с нами и ждите хороших новостей о проекте ADC блокчейн.